В городе Геническе, это Херсонская область Украины, в дома возвращается тепло. Несколько дней в почти 30-ти градусный мороз люди провели без газа. О его нехватке знали в Киеве, но помощь пришла не оттуда. Газ стал поступать из Крыма. Поставки начали по поручению Владимира Путина после того, как из Геническа обратились к российской стороне за содействием. Виталий Катченко о ситуации на эту минуту. Добрый день, Черноморнефтегаз. Как у вас обстановка сейчас с давлением? 4,2. Это достаточно вам для работы? Вполне достаточно. Специалисты крымской компании Черноморнефтегаз сейчас на постоянной связи с украинскими диспетчерами. После проверки сетей во избежание аварий, котельные в замерзающем Геническе уже запущены. Вот так выглядит график подачи газа в Херсонскую область. По технологии топливо подается не в постоянном режиме, а лишь когда падает давление в сетях. А как правило, это происходит ближе к вечеру. Сначала суток прокачано 13 тысяч 76 кубометров газа. Мама двоих детей Ксении Юрченко едва сдерживает слезы. Мы три дня были без газа. Было холодно и обидно. За то, что мы не нужны своему правительству. Спасибо тем людям, которые о нас позаботились. Борощенко вообще, мы вообще ему все равно. Мы без разницы ему. Они затеяли вот эту вот блокаду со светом. И люди в Крыму все-таки дали нам газ. Большое вам спасибо. Жители Геническа согреваются горячим чаем. Батареи в квартирах пока еле теплые. При минус 25 это очень сильное для курортного города морозы. Во многих домах полопались трубы и вышли из строя системы отопления. Три дня не было газа. Спасибо Путину, что он пообещал и дал газ. А так вот, без следствия, замерзали бы без газа. Мерзли, было холодно. И вот сегодня только у нас генически появился газ. Как сказали, как пообещали Крым, так газ и дал нам. В момент пиковых нагрузок давление в газопроводе упало до критического уровня. Без тепла и газа, по официальным данным, оставалось свыше 50 многоэтажек и десятки частных домов. Более двух тысяч человек. Газ вот открывает, да? Вот она, зажигалка. А он и не шипит. Система газоснабжения геническо-локально, то есть отрезана от газотранспортной системы Украины. Для того, чтобы соединить, нужно проложить почти 100 километров коммуникации. Но в местном бюджете на это просто нет денег. Тогда за помощью обратились к России. 2 января через приемную на меня вышел человек, представившийся мэром геническо-тулуповым. Было заявлено о том, что городу геническо не хватает газа для отопления населения города. На нас было направлено в конце этого же дня письмо от газоснабжающей организации генической компании «Пласт». Все переговоры и письмо мы передали руководству Крыма. Руководство Крыма связалось с руководством Российской Федерации. Владимир Путин рассмотрел это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности обеспечения подобных поставок, чтобы помочь жителям геническо пережить сильные морозы. Спустя считанные часы вопрос был решен. Как сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак, газ в нужном объеме пошел с территории, граничащего с Херсонской областью Крыма. Такое решение было моментально принято президентом нашей страны. Это сказать о том, что простые люди не должны страдать. Это гуманитарная ситуация, объекты жилого фонда, социальные сферы, школы, дети. Ограничивать их поставкой электричества или газа, в принципе, недопустимо. О том, что город может замерзнуть, власти в Киеве знали. Но заключать контракт на поставку газа из Крыма не собирались. Вместо этого предлагали местным жителям запасаться обогревателями. По словам бывшего руководителя генического района, вынужденного переехать в Крым после переворота на Украине, официальный Киев пытается скрыть истинный масштаб катастрофы, которая без газа была бы просто неизбежной. Стрелковое население около 3000, все сидели без газа. Счастливка более 3000 населения. И город 24 тысячи населения. Посчитайте, как это может 2000 сидеть или что. Я считаю, около 30 тысяч населения генического района сидели без газа. Школы, садики, больницы, все замерзало. Мы сейчас находимся в центре Симферополя, на площади Ленина. Меньше недели назад, 31 декабря, мы спросили у крымчан, стоит ли подписывать договор с Украиной о поставках электроэнергии на их условиях. Тогда Киев, напомню, потребовал, чтобы в контракте Крым и Севастополь были указаны как часть Украины. Абсолютное большинство крымчан, более 94%, это подтвердил соцопрос, проведенный по поручению президента, ответили категорическим отказом. А сейчас мы спросим у людей, стоит ли уже крымский газ поставлять на территорию Украины, в Херсонскую область, в замерзающий Геническ. Здравствуйте, я прошу прощения. Как вы считаете, стоит ли помогать жителям Геническа, которые оставались без газа? Ну, думаю, да, людям надо помочь. Они-то не виноваты, что у них такие плохие руководящие, бандиты. Я говорю, но мы туда никогда не вернемся. Никогда. Украина нам не враги. Я считаю, что есть смысл помогать им. Тем более, это действительно обычные граждане. Крымчанами как никогда сегодня едины во мнении жители украинской столицы. Я это только приветствую правительство и руководство Российской Федерации, в том числе Крыма. Потому что это гуманное, чисто человеческое отношение к людям. Мы всегда были и будем оставаться братьями. Это наши братья. Когда одни люди помогают другим, это всегда хорошо. Независимо ни от каких политических взглядов. Диверсию украинских националистов, подорвавших линии электропередачи в ноябре 2015-го, в Крыму и Херсонской области переживали одинаково. И там и здесь люди находились без света. А после так называемой торговой блокады пострадали фермеры южных регионов Украины. Они лишились огромного рынка сбыта. Но радикалов не заботило, что их выпады против Крыма оборачивались ударами по своим же гражданам. А теперь Крым, который сам по вине украинской стороны испытывает перебои с электроэнергией, из гуманитарных соображений помогает замерзающему украинскому городу. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Анна Ток, Павел Силин и Григорий Емельянов. Первый канал. Крым.